С точки зрения концепции развития нашего дорогого музея, здесь, конечно, все в первую очередь упирается в развитие наших территорий. Сегодня Родический музей — это уже 10 небольших объектов культурного наследия, 10 музеев, 10 зданий. Я бы сказала, что сейчас Родический музей представляет из себя какую-нибудь интересную музейную систему. То есть у нас присутствуют картинные галереи, дома художников, выставочные залы. То есть такая разнообразная деятельность даже с точки зрения самих зданий, в которых что происходит. Все это вместе — это и есть та художественная среда, художественная жизнь нашего Родического музея, нашей коллекции. И то, что это представляет в какой-то степени уникальную гордость художественной культуры Саратова. За этот год были выделены средства на проектно-смертную документацию, на капитальный ремонт и частичную реставрацию самого дома Павла Кузнецова. Выделены были деньги Министерством культуры Российской Федерации, прошли конкурсные торги, выиграла фирма из Санкт-Петербурга. Дом Павла Кузнецова мы освободили полностью, он пустой у нас сейчас стоит. На сегодняшний момент эта подрядная организация закупила необходимое оборудование, свозит его, складирует. И вот буквально мы ждем с минуты, когда начнутся ремонтные работы по проекту 180 дней на то, чтобы наш музей привести в порядок. И с тем, чтобы к концу года мы могли бы его презентовать в том или ином виде, если это получится, даже возможно и с некой экспозиции, которую Ольга Николаевна похоже подробнее расскажет. В домике Павла Кузнецова будет действовать экспериментальная лаборатория, благодаря которой будут возникать экспозиционные рассказы о жизни и творчестве Павла Кузнецова. И для себя мы пока обозначили три основных направления. Это сад, степь и, собственно, картина и галерея. Картина и галерея с центром русского живописного символизма. Таким образом возникнет настоящий музейный комплекс, состоящий из двух домов. Домик самого Павла Кузнецова из здания Павлова, 94. И сада или территории, которые находятся во дворе, где вы все были, неоднократно и видели. И во дворе мыслиться, восстановить и сделать символический такой маленький кучукой то место, где творили наши художники. Петр Сальчуккин, Павел Павлович Кузнецов, Александр Терентьевич Матвеев. И будет большой актовый зал. Но мы можем уйти вниз, то есть сделать такой андеграундный этаж, где был бы и выставочное пространство для художников, которые так полюбили домик Павла Кузнецова, которые будут приходить и туда выставляться. Я думаю, таким образом это будет рассказ и работа над тем, что, в общем, дала Саратовская земля художественному миру. Ровно 20 лет назад открыли Кузнецову. Скажем честно, это же наводил был, да, это все. Конечно, конечно. И уже капитальный ремонт. Что-то как-то не слишком часто, раз 20 лет, капитальный ремонт и делают. Смотрите, ну, будем откровенными, да, будем откровенными. 20 лет тому назад мы как строили его, его надо было построить к строку, к Дмитрию Федоровичу Аляцкого, который должен был прийти, принять объект, поздравить и уйти. Разумеется, часть вещей, конечно, делалась в попыхах. Самые основные попыхи – это была крыша музея. За это время мы неоднократно, неоднократно и меняли подоконники, и проблемы с окнами была, и с полами. А самое главное, там проблемы инженерных коммуникаций. Самое главное, да, вот в этой ситуации с отоплением, с поднятием вод. Грунтовые воды, да. Это, да, это сейчас сложные. Укрепляться фундамент. Да. Укрепляться фундамент, да. Укрепляться фундамент, да. До капитального ремонта дома Павла Кузнецова какова? Восемь миллионов. Восемь миллионов, да. В коллекции Радического музея примерно около 50 подлинных вещей Мусатова, живописных и графических. Мусатов, он был не только художником, он еще и был домовладельцем. Не всегда воспринимается эта усадьба, больше акцент делался на флигель, на вот этот дом, удобный для вдохновения, где писались картины, где была его мастерская. А ведь он был домовладельцем, благодаря отцу была построена эта усадьба, этот замечательный дом. Были заработаны Ильпидифором Борисовичем те средства, которые позволили семье занять довольно вполне себе приличное положение. И вот сейчас, когда Саратов, к сожалению, это неизбежно утрачивает свое историческое наследие, вот можно увидеть типологии, похожие на мусатовский двухэтажный дом дома в Саратове. Таким образом, совсем скоро мы получим действительно памятник, городостроительство, памятник, который показывает нам типичную городскую среду, который обладал определенный класс, скажем, людей, не сказать, что очень богатых, но уж точно не бедных, которым и принадлежала мусатовская семья. Усадьба, которая практически без утрат, с небольшими утратами по территории сохранилась с 19-го начала 20-го века, она наконец-то станет вот таким оазисом, тем более, что сейчас это еще и становится частью пешеходной зоны. Вы говорите, что нас ждут капитальный ремонт Кузнецовского дома, реставрация двухэтажного здания Новольской, капитальный ремонт, а у нас же капитальный ремонт, или он не капитальный, например, Мамайск, 75 не закончился. Вы тут три ремонта? Вы еще тот не закончили, еще два ремонта? Да, нет, у нас это еще, у нас три ремонта ульта. Долго затянулся как-то. Да, для музея это здание самое, можно сказать, важное, потому что после того, когда его отреставрируют, второй и третий этаж, это будут фонды хранилища, реставрационные мастерские, ну и зал, естественно, останется, этот большой наш красивый. Первый этаж у нас будет большой выставочный зал, библиотека, архив. Там будут большие изменения даже с точки зрения того, чтобы под реставрационные мастерские и под фонды хранения нашли возможность проектировщики даже сделать подъемники между этажами, вот чтобы удобнее было, так сказать, картины или мебель перемещать. Второй этаж, говорю, будет в формате открытых фондов, то есть это будут постоянные фондовые выставки, ну, с периодичностью смены в основном, там будут фондовые выставки. Там ремонт идет сейчас? Нет. И сколько он уже идет? Два года назад, два года назад приехали, приступили уже было к тому, чтобы будем ремонтировать эту часть, значит, и приехали большое начальство из Москвы, посмотрели все, что там у нас предполагалось сделать, и пришли к поводу, что на сегодняшний, ну, на тот момент, ну и на сегодняшний момент, тот проект, который был создан в 2002 году, морально устарел. Вот, и он требует переработки или доработки, то есть вот так это скажем. На это были выделены средства Москвой в 2019 году, был отыгран конкурс, значит, был выкрал организация, которая, значит, занялась доработкой этого объекта с формулировкой «под ключ». В течение года, прошлого года, шла вот эта вот доработка этого проекта. Заказчиками этого проекта был Министерство культуры само, финансовая сторона тоже была, она, так сказать, не через музей, а через дирекцию МКРФ. Значит, проект сделан, согласован, прошел экспертизу, и в марте, в начале марта он подписан. Вот, и теперь после того, как, значит, эта смета прошла экспертизу, ну, то есть с этим объемами согласились, в три этапа, значит, должны эти работы происходить, то в первой половине 2021 года у меня есть письмо из Министерства культуры Российской Федерации о том, что мы должны подать заявку на финансирование, на продолжение, так сказать, ремонта первомайской 75. Субтитры создавал DimaTorzok